Добрый вечер. Вы смотрите программу Лиц, я Сергей Томыш. Наш сегодняшний гость человек талантливый практически во всех отношениях. И он уверен, что если мы решили строить мост, то параллельно с этим мы одновременно с этим должны строить в конце моста либо картинную галерею, либо концертный зал. В ином случае строительство моста бессмысленно. У нас в гостях Михаил Козинник. И начнем наше знакомство с музыкального фрагмента. Субтитры создавал DimaTorzok который фрагмент имел отношение к первому из героев, которого вы выбрали для нашей передачи. Да, совершенно точно. И не просто отношение, а я выбрал такой фрагмент, в котором все начинается очень красиво, потом вдруг что-то мешает, потом опять попытка прийти в гармонию, и опять что-то мешает. Хотя можно было бы написать от начала до конца красиво. У автора этой музыки, Миколойса Константина Сочерленица, были все знания и возможности для того, чтобы писать только красивую музыку. Но он понимал, что что-то ему мешает. Итак, первый герой. Я даже не знаю, его невозможно представить композитором, его невозможно представить художником. Да, он просто творец. Он один из нескольких посвященных, на мой взгляд, на планете. То есть человек, которому важно было что-то понять и что-то передать людям. Через музыку. Потом вдруг неожиданно, через изобразительное искусство. Параллельно через поэзию, через философию. Все, что только можно было взять, все, чем можно было воспользоваться, он воспользовался. Смотрите, я предлагаю сначала посмотреть кусочек из фильма, из вашего фильма о Чарленице, после чего мы пытаемся понять, почему все-таки он герой. Да, не просто посвященный, не просто человек талантливый. А почему он герой? Почему он человек, который исполнил свое предназначение? Давайте. Экскурсовод рассказала, что вот человек, который держит свечу, и на свет свечи слетаются мотыльки, и обжигая крылышки падают вниз. Картина называется «Истина». Знаете, когда я через много лет опять и опять смотрел на эту картину, то я понял совсем другую вещь. Никакого человека здесь нет. Здесь есть голова, совершенно отдельно. Голова, вот она, вот. Никаким образом не соединимая с тем, что они считали телом, потому что это планета. И вы знаете, какая, на мой взгляд, это мертвая планета. Итак, то есть, по сути, по тому, как вы говорите, он для вас лично человек важный. Да? Знаете, вся моя жизнь делится на две части. Первая – до Чурленица, а вторая – после Чурленица. А как он появился? Он появился, когда мне было 16-17 лет. Я приехал в Каунас, в галерею Чурленица, и сразу многое понял. И после этого я слушал Баха по-другому, видел картины Рембрандта по-другому, читал философию Платона по-другому. То есть, Чурлениц начал участвовать во всех моих действиях. Не называя его, я постоянно как бы испытываю его влияние. Потому что он, мало того, что он совершенно уникальный художник, он герой. Он совершил такие подвиги в своей жизни. Он распланировал свою короткую жизнь, как и у Моцарта, он умер в 36 лет, так, чтобы было все время неудобно. Я не случайно показал кусочек прелюдии, где все начинается очень красиво, и тут же он вставляет такой аккорд, который должен моментально перестроить. Все для того, чтобы опять найти новую красоту, хотя можно было продолжать ту первую красоту. Заметьте, потом опять нашли. Опять да-да-да-да-да-дам. И опять аккорд не туда, вот из другой тональности, чтобы опять стало больно, тяжело, и опять сначала. Практически здесь вся его жизнь. Посмотрите, он учится музыке. Настолько замечательно учится, что ему предлагают место ректора Люблинской консерватории. Все, жизнь решена. Люблин большой город, консерватория, все в порядке, деньги, чудесный дом, уважаемый ректор, и мог бы оставаться ректором и жить 90 лет, как многие литовцы или французы. Он отказывается. Едет учиться дальше, в Лейпциг. В Лейпцигской консерватории он настолько показывает себя талантливым, что ему предлагают стать профессором Лейпцигской консерватории. Ну все, решено все. Будет жить счастливо, прекрасно в центре великого Лейпцига, как Баховского города когда-то. Он отказывается. Поступает в Варшавскую школу живописи. В Аяне. В Варшаве ему предлагают стать профессором Варшавской консерватории. Он отказывается, потому что вдруг, неожиданно, за 10 лет до смерти, понимает, что он художник, и начинает учиться живописи. Сначала. Наконец, достигает такого уровня, как музыкант, что он может безбедно жить в Литве, в Польше, совершенно спокойно и свободно жить в Германии, зарабатывает любые деньги, как композитор, как музыкант, как профессор музыки. Он от всего этого отказывается и неожиданно уезжает в Россию. В России у него никого нет. Он голодает, он живет на чердаке. Наконец, он знакомится с художниками группы Бакста. И на него обрушивается все то невиданное, что он вдруг постигает в Санкт-Петербурге, вот в русской культуре. Вы можете, представьте, помните, что такое культура Серебряного века, что такое мир искусства, что творилось в это время в России, которая чуть ли не Бога за бороду взяла, потому что Россия стала центром, когда великий доктор Рудольф Штайнер говорит, «ран на хостер», то есть путь на восток, чтобы жениться на русских женщин, и говорить, замуж за русских мужчин, чтобы спасти немцев, чтобы спасти Европу, потому что все, что есть на планете сегодня духовного, там, в России. То есть до чего дошло? И вот Чурлёнис, который учился музыке, католицизму, органу, композиции европейской, литовской, осознал себя как литовец. И в это время, когда он осознал себя как литовец, литова его принимает с распростертыми объятиями, потому что у Литвы как раз время национального самосознания. То есть он может быть в Виннесе, в Варшаве, в Лейпциге, в Люблине, где угодно, профессором, любимым, любящим, все в порядке. Он женится на прекрасной женщине, невиданной красоты, ума. Это чудо женщины, даже на всех фотографиях редчайшей красоты. Извините, многие Мадонны отдыхают по сравнению с ней. Он увозит ее в Петербург, в этот сарай, в этот подвал. Она не выдерживает и уезжает оттуда. Она остается без жены, без денег, без средств существования. Ему нужно общаться с Леоном Бакстом, с мироискусниками. И когда он уже почти умирающий, в этом подвале, в этом сарае, бог знает, где на чердаке, там его находят, то там, то там, то там, он лежит один. Жена приезжает, увозит его назад в Литву, в Друскененкай. Его помещают в сумасшедший дом. И он оттуда бежит, потому что там тоже плохо. Убегает в лес. Ему 36 лет. Он заблудился в лесу, он получил двустороннее воспаление легких кровоизлияний в мозг и умер. 36 лет. Человек должен быть благополучнейшим профессором всюду. Вся Европа открывает ему объятия. Он становится неблагополучным художником, потому что музыка приводит его к совершенно другим вещам. Он пишет цикл «Симфония похорон». Это что-то невидное, вы помните это, да? Все начинается с того, что вот где-то колокол звонит, и там черный маленький гроб вдали, и масса людей. Потом начинается шествие, заходящее солнце, путь к пещерам. Вся процессия принимает форму ужа. Уж в литовской мифологии символ мудрости. По мере приближения туда все больше и больше света, света, то есть идет путь в какие-то таинственные миры. И последняя работа этого цикла. Один человечек из всех этих миллионов, которые изображены, приходит домой, а там пустая скамейка. Вот, смотрите, микро- и макрокосм. Вы считаете, вы говорите, что он посвященный, на самом деле, для того, чтобы понять, что он герой, героизм его в чем? В том, что он абсолютно следовал себе. Вот ему же открывалось. Если он посвященный, и когда смотришь на его полотна или слушаешь его музыку, понимаешь, что он говорил о каком-то совершенно другом мире. То есть он констатировал не тот мир, который существует такой абсолютно реальный мир на Земле, и который существовал вокруг каждого, а он как будто бы поднялся на какую-то часть, и он говорил об этом мире, но уже не об этом. Вот, наверное, о той самой перспективе, куда попадает человек, если он не ограничивает свою собственную духовность. Тут еще лучше я вам скажу, еще больше. Вся его героическая сущность в том, что он осмелился каждый раз выходить за пределы своего мифа. Когда человек живет удобно, когда он пришел к католическому священнику, тот ему все рассказал, как надо думать, и человек знает, что каждую субботу в воскресенье он приходит в костел, ставит свечку Богу, произносит свои молитвы, потом неделю работает и живет спокойно. Потому что вот есть Бог, есть матка Боска и так далее. Другому человеку рассказал, значит, другой представитель другой религии, ислама, имам, как надо думать. И вот он живет в этом мире и знает, что думать надо вот так. Третий человек строит коммунизм. Ему сказали, только коммунизм, ничего больше, думать надо вот так. Вот даже человек, который выходит за пределы идеи строительства коммунизма, он назывался диссидентом и рисковал жизнью. А теперь представьте себе, Чурленис, он открывает для себя христианство на высшем уровне. Естественно, он очень глубоко инвальвирован в христианство. Вдруг открывается индуизм, веды. И он, нисколько не изменяя христианству, включает в свое мировоззрение ведизм, причем уходит так глубоко в это, как подлинный гуру, то есть представитель иной цивилизации. Но этого мало. Вдруг выясняется, что есть антропософия. И он входит в антропософию и соединяет ее с ведизмом, хотя они и близки, и так где-то в некоторых точках, оставаясь христианином, а потом начинается полное безумие. Он встречает русскую культуру в виде мироискусников, в виде вот этих совершенно феноменальных поэтов Серебряного века. Вы знаете, что его жена учила литовскому языку? Он же говорил по-русски. Миколорис Константинов говорил по-русски. Говорят, что его все-таки самым родным языком для него был польский. Да, польский и русский. Польский и русский. Он совершенно без акцента говорил по-русски и по-польски. А литовскому его учил и едвигал. Вот чудо-то какое. И вот теперь представьте себе, человек, который сформировал гигантский невиданный круг мировоззрения, у него ведь там все, и деизм, и политеизм, и пантеизм, то есть уверенность в том, что Бог во всем, в каждой картине, в каждой работе, Бог всюду, Бог в маленьком цветке, Бог во всей планете, Бог возрождает, Бог убивает, Бог возрождает заново после убийства и так далее. То есть все, что происходит, происходит бесконечное количество рождений и смертей. И вот после всего того, что он понял, огромное знание, огромное чувствование, грандиозная картина мира, он начинает изучать космогонические теории. А знаете, если уйти подлинно в космогонию или в ведизм, то вдруг выясняется, например, такая удивительная вещь, что греки обманули мир. Они сказали, что Орфей сын Аполлона. Это очень красиво звучит, но он не сын Аполлона. Орфей пришел в греческую мифологию из ведов, а у ведов, Орфей, сын бога реки, всего лишь Эагра. И мы задаем вопрос, как это за понижение такое. Там вдруг выяснится, что он всего лишь речной бог, его папа. А тут солнце. Сравните одну какую-нибудь речку. Только надо знать, какая речка. Священная река Ганг. Значит, речь начинает идти о Демокрите, о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Начинается вся античная культура. Он, Чурлёнис, не только вышел за пределы одного мифа, он сумел жить в огромнейшем количестве космогонических мифов планеты. И все, что он создал в своем изобразительном искусстве, почему он почти оставил музыку, в конце концов, да, потому что музыка тоже космогония. И он взял музыку как часть космогонической теории. В результате в конце он пишет «Рекс». Посмотрите вот эту планету маятних часов. Посмотрите на этих ангелов, где объединяется все. Посмотрите гигантскую волну в сонате моря. Опять сонаты, фуги, где волна накрывает маленький кораблик, и под волной мы читаем МКЧ, Миколуевск Константинович Чурлёнис. Он готовит свою смерть. Он готовит ее, понимаете? Он убегает в лес, чтобы умереть. Он сходит с ума. Но почему с ума? И в каком понимании? Не с точки зрения психиатрической, не с этой точки зрения, а с точки зрения того, что человек, вышедший за пределы любого мифа и пытающийся понять всю космогоническую теорию планеты Земля, не может физиологически, телесно выдержать той нагрузки. Ну, просто он, наверное, исполнил все, что он должен исполнить. И как человек, исполнивший предназначение, он уже осознавал, что он должен уйти. На самом деле, то, как вы рассказываете о нем, безусловно, представляет его как героя. И не просто как героя, а как героя бесстрашного. Да, безусловно. То есть Чурлёнис, он такая очень учитываемая фигура. Поэтому, ну, в общем, это был крайне убедительный рассказ. Второй герой, которого выбрал Михаил. Человек крайне известный. Многие считают его одним из величайших композиторов 20 века. Поэтому он прожил сложную жизнь. Он прожил сложный 20 век вместе с Россией. И очень точно отзывался на все, что происходило в нашей стране. Это Дмитрий Шостакович. Да. Для меня Дмитрий Шостакович один из величайших героев во всех смыслах, которые когда-либо жили на планете Земля. Ни одному композитору никогда не было так сложно. Скажем, когда Мусоргский писал, против него была определенная часть российского общества, считая его идиотом и непрофессионалом. Только в 20 веке стало ясно, что Мусоргский не идиот, а человек, который открыл весь путь музыки 20 века всем странам. И когда Дебюси увидал его музыку, он сказал, что это музыкальный бог. Представляете? Услышать из уст француза, импрессиониста Дебюси, что музыкальный бог Мусоргский. Как бы ни было сложно, Бетхойн, у него была своя публика. У Баха был свой приход в церкви святого Фомы Гляйцеге. Это были тысячи и тысячи людей. У Бетхойна ждали новые симфонии. После пятой что он напишет? Он пишет шестую, пасторальную, после судьбы. А вот Шостакович прожил самую страшную жизнь. Потому что против него была вся система. Он ведь гений. Вот представляете, если бы жил Бах, а против него была бы вся протестантская церковь. А он все равно писал музыку про Бога. Да, вы знаете, у нас есть кусочек, предлагаю сначала его посмотреть, а дальше мы продолжим говорить о Шостаковиче. Ну давайте. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. В нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. Все мы несем сейчас свою боевую вахту. Турецкие музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья. Помните, что сейчас нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать. Итак, вы сказали, что вся система была против него, но она с ним очень изощренно играла. Ну, как Сталин вообще любил играть с гениями? Невероятно изощренно, вот как кошка играет с мышкой. Кошка же могла съесть сразу мышку и все, даже если кошка голодна. Но нет, кошка будет играть с мышкой долго, потому что надо насладиться победой. Вот эта вот тигровая, тигриная повадка. Играть, хватать, класть легонько в зубки, а потом отпускать и дать возможность мышке побегать чуть-чуть. Я думаю, что просто система достаточно быстро нащупала слабое место у Шостаковича. Вы знаете, тут очень сложная система. Шостакович, как говорят некоторые музыканты, всю жизнь держал фигу в кармане. То есть он все время боялся системы, но одновременно он был самым смелым композитором. Потому что если бы кто-нибудь когда-нибудь услыхал и узнал правду... Вот вы заметили сейчас, когда Шостакович говорил вот в этом отрывке, да? Вот такое ощущение, что он говорит не от себя, а вот как по какому-то писаному тексту. Декорирует. Да, да, да. Потому что он же и в другом случае, послушайте, как он говорит, у советского композитора нет более важной задачи, чем помогать коммунистической партии в строительстве вместе с советским народом, в строительстве коммунистического общества. Вот так примитивно и плакатно не говорил никто, только Шостакович. А теперь вот седьмая ленинградская. Хотите услышать правду? Тема нашествия, которая якобы родилась в годы войны, была написана в 1937 году. Более того, она есть зеркальное отражение другой темы. Сейчас покажу, только очень внимательно слушайте. Это была зеркальная идея, хитрая и тонко отражающая в обратную сторону все интервалы гимна партии большевиков, которая тогда не была никаким гимном ни Советского Союза, ни России, а написана была как идея страшного нечеловеческого большевистского ига – нашествия на русский народ. Тема хранилась. Но когда началась война, Шостакович понял, никто не услышит ее сходства с гимном партии большевиков, потому что сейчас она нужна как обозначение другой, еще более страшной тоталитарной силы, которая хочет уничтожить эту тоталитарную силу. Но и это еще не все. Сейчас я раскрою вам такое, после чего у вас будет немножко другое отношение ко многим вещам и у тех, кто слушает нас и смотрит. Давайте возьмем и послушаем фрагмент музыки, который совершенно единогласно величайшие музыканты, музыковеды, искусствоведы мира считают величайшей симфонией 20 века. Вот как пятая симфония Бетховена – величайшая симфония 19 века, так пятая симфония Шостаковича – величайшая симфония 20 века. Давайте послушаем ее начало. Начало первой части. Очень внимательно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас вы услышали этот фрагмент, да? А теперь держитесь крепче. Вы не очень устойчиво сидите здесь, Сергей. Внимание. Вы только что слышали эти мотивы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А теперь слушайте внимательно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Второй эпизод из Шостаковича. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А вы думаете, что никто не услышал или никто не рискнул сказать? И то, и другое. Часть не услышала. А музыканты, игравшие в оркестре всю жизнь эти фразы, конечно же, каждый сам для себя услышал. Но, знаете, сказать соседу о том, что он услышал, это то же самое, что позвонить в КГБ и сказать, заберите меня, потому что я одновременно японский, австралийский и гренландский шпион. То есть вы считаете, что таким образом, достаточно точно, Шостакович определил свою позицию, и для него тема зла ассоциировалась в прямую, да? С партией большевиков. С партией большевиков. Более того, Шостакович ведь закодировал это в своем высказывании. Когда у него спросили, о чем симфония, он сказал, это ответ советского композитора на справедливую критику партии большевиков. И начал свою симфонию уже с закодированных мотивов партии большевиков, но прикрытых немножко, чтобы это не бросалось в глаза, потому что он же собирался написать, что он и сделал еще 10 симфоний на планете Земля и создать гениальную музыку. Поэтому он сделал так хитро. С одной стороны, это все время тема партии большевиков. Тогда это не было ни гимном Советского Союза, ничего. Просто генерал Александров принес и показал на Союзе композиторов музыку, которую он написал для партии большевиков. И Шостакович, для которого вот все, что связано с партией большевиков, на самом деле, чисто музыкански, глубоко, это разрушение, это убийство, это смерть, это страшное потрясение для всей планеты, для всей цивилизации, он рисковал. В чем его героизм? С одной стороны, он жутко боялся. Он ждал ареста в любую ночь и в любой день, как никто. У него был нервный тик. Он с трудом говорил. Он очень боялся говорить, потому что проскочит какое-то слово или фраза. Я должен даже сказать, что он обостренно трусил. Понимаете, вот такой страх за то, что его уничтожат в любой момент. И вот в этом страхе композитор писал всю свою музыку. С одной стороны. А с другой стороны, смотрите, что он делает. Вот сейчас я предложу вам фрагмент второй части, так называемая «Скерца», от которой вообще весь мир млеет. Какой силой, красоты и остроумия эта «Скерца». Но после этого я опять вынужден подойти к инструменту, к роялю. Внимание! Покажите второй фрагмент. Вторая часть «Скерца». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сергей, слушайте. В данном случае тема запрятана ещё глубже. Между двумя мотивами партии большевиков существует специальных четыре звука, которые полностью перекрывают возможность для уха услыхать его цельным. Смотрите, вот мотив гимна партии большевиков. А вот мотив из керца. Если не понимать, что это гимн, то мотив нелогичен. Слышите? Не туда идёт. Вот было бы красиво. Было бы красиво. То есть выбивает из керца. Из привычного зонального слухового восприятия. Почему? Потому что это опять. Только теперь уже в шутовском плане. Здесь, вот здесь. Это было зло страшное убивающее. И дальше. Это было смертельное зло, нашествие. А во втором случае это идиотизм, пародия, гротеск, танкашеи и вожди. Ведь Шостакович, безусловно, читал то, что написал Мандельштам. Это же распространялось в списках, помните, про Сталина. То, за что он получил тогда только Воронеж. Но мы можем послушать и фрагмент из третьей части. Она начинается как музыка баховского уровня. Невиданной красоты и глубины. Как будто бы бах собрал всю силу, всю мощь своего оркестра, органа, своих страстей по Матфею. И действительно, музыка третьей части относится к числу величайших постбаховских творений планеты Земля. И вдруг, опять, тот самый мотив, который разрушает баховскую систему. И вот, что произойдет. Послушайте. Посмотрим давайте. Музыка Музыка Вот жаль, что сейчас. Чуть-чуть не играли до того, когда оркестр обрушивается. То есть, когда цивилизация гибнет, понимаете. Как только вступил, вот этот вот. То есть, постоянно, во всех варианах, во всех видах, во всех системах. Но, опять же, повторяю, Сергей, очень хитро. Абсолютно важно добавить, чтобы никто так просто этого не услыхал. Вы считаете, что он герой, потому что он все-таки не сдался до конца страху? Не только. Ну вот представьте себе, он пишет цикл из еврейской народной поэзии. Когда? И потом подготовка к делу врачей, ведь оно в воздухе витало, да? И помните, вдруг Шостакович пишет из цикла еврейской народной поэзии, и там сидят старые евреи, старая еврейка в театре. Говорит, мы в театре сидим, в театре, а наши дети стали врачами, врачами наши дети стали. Потом его гениальный ученик Флейшман пишет оперу «Скрипка Ротшильда по Чехову». Вот тут страшно. Перечитайте «Чеховскую скрипку Ротшильда», и вы поймете, в какое время Флейшман написал ее перед войной. А потом Шостакович просит, не забирайте Флейшмана на фронт. Если он погибнет, то советская музыка лишится гения. Его забирают на фронт, и он погибает в первые дни Великой Отечественной войны. И оставляет незаконченную партитуру совершенно гениальной оперы «Скрипка Ротшильда». Ни один нормальный человек в зале, который услышит это, не может удержать слез. Мы в Стокгольме поставили так называемый спектакль под названием «Запрещенная опера». Там была такая картина Шагала «Скрипач на крыше», да, и штемпель советский запрещено. То есть Шостакович в те самые страшные годы вдруг неожиданно, не имея ни капли еврейской крови, совершенно абсолютно никакого отношения имеющего ни к чему. Это русский, польский, белорусский интеллигент, да. Его отец Дмитрий Болеславович Шостакович, то есть они происходят вообще из Белоруссии, как и Достоевский, кстати. Белорусы могут гордиться, потому что и Достоевский, и Шостакович, величайшие гении 19-20 века, имеют белорусско-польскую кровь. Так вот, Шостакович делает это в те времена, когда, ну, не случайно же он с чемоданчиком, рассказывали, сидел у лифта на всякий случай, чтобы в дом не зашли арестовывать, чтобы... Он уже готов, вот полотенце, вот мыло, вот зубная щетка. И зачем он это делает? Он же понимает. А потом опять выступает и кричит, советский человек, советский композитор, мы идем к коммунизму, мы счастливы, как никто никогда. И когда ему звонит Сталин и говорит, товарищ Шостакович, почему вы не хотите ехать в Америку на Конгресс мира? Шостакович говорит, Иосиф Веселевич, потому что у меня живот болит. Почему, товарищ Шостакович, у вас болит живот, спрашивает Сталин? Мы вас вылечим, мы пришлем вам докторов. Шостакович говорит, понимаете, Иосиф Веселевич, не исполняют мою музыку, не исполняют... Кто дал такой приказ, товарищ Шостакович, не исполнять вашу музыку? Мы это дело поправим, но вы обязательно должны ехать на Конгресс. Понимаете, ведь юродивый шут, трус, гений, который написал все 15 симфоний, все квартеты, написал свою леди Магнету Центского Уезда, написал нос, написал все прелюдии и фуги, повторил подвиг Баха только в страшной атмосфере, когда каждое произведение смерти подобно. Ходил по минному полю, играл во все игры и кричал, да здравствует коммунизм, советская власть, товарищ Сталин, лично, и товарищ Молотов, и товарищ Каганович, и все. Это было безумие. Ни один Кавка, ни один Чехов, ни театр абсурда никогда не опишет жизни Шостаковича. Пробует только один. Волков, да? Да, ну смотрите, Соломон Волков дивно написал Шостаковича. Просто тут такая система. С Шостаковичем сложная картина. Здесь страх, а Западу он тоже не доверял, на самом деле. И правильно делал. Да, то есть отношения его с Западом тоже не сложились. То есть он чувствовал себя, то есть, наверное, степень одиночества у Шостаковича, особенно, наверное, после смерти первой его жены. Конечно, Варзар была великой любовью Дмитрия Дмитриевича. Да, наверное, он как-то очень... Дети выросли, да, там жена ушла, и было какое-то ощущение одиночества. То есть его не забирали при всей близости. А вы знаете, почему его еще не забирали? Вот здесь я обязан упомянуть Тихона Николаевича Хрейникова, потому что, когда он был стар и немощен, да, на него налили кучу грязи вылили. И после смерти опять начинают говорить, вот Хрейников, функционер. Я когда-то разговаривал с Тихоном Николаевичем, очень подружески, и он мне сказал, Миша, Мишенька, у меня есть книга за его подписью, дорогой Миш Козинник. Так вот он сказал, неужели никто не видит, что ни один композитор не погиб в ГУЛАГе? Писатели гибли, поэты гибли, художники гибли, философы гибли, все славившие Сталина гибли и против выступавшие гибли, независимо ни от чего. Кольцов погиб, все погибли, Мандельштам погиб, когда написал оду Сталину, а у меня ни один композитор не погиб. Даже этого сам Вайнберга забрали, собирались мучить, так я звонил, Дмитрий Медведевич звонил, Дмитрий Медведевич вообще позвонил самому Берия и сказал, товарищ Берия, вы там забрали Моисея Исалимовича Вайнберга, только я вас прошу, пожалуйста, не мучьте его, он очень нездоровый человек, ему будет очень больно, пожалуйста. Слышите, что он говорил, Берия Шостакович? Пожалуйста, вы там пытки к нему не применяете. Он очень слабенький, Моисея Исалимовича, но очень-очень... Вот вдумайтесь, никакого Шекспира не хватит для того, чтобы все это описать. И вот я думаю, что Хреников при всем том, как бы Шостакович о нем плохо не думал и Волков плохо не писал, это был очень интересный человек. Он защищал, он грудью защищал, он говорил так же, как и Шостакович, все, что нужно коммунистической партии. Но он защищал Шостаковича, потому что, я думаю, Сталин бы не выдержал после четвертой буржуазной симфонии. Я даже могу предположить, что кто-нибудь Сталину нашептал про пятую. Были музыковеды в штатском, которые должны были ему рассказать. Иосиф Васильевич, там явные мотивы. Возьмите финал симфонии, четвертую часть, последнюю. Алексей Николаевич Толстой, красный граф, да, советский, он же сказал, там ведь слава советской власти, он сказал, ничего более страшного я в своей жизни не слышал. Послушайте, как заканчивает симфония. Десять минут ре-мажора, крика да здравствует советская власть. Только послушайте, какой крик. Давайте посмотрим. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, что за такой финал, слава, можно было пожизненное заключение давать. Или ГУЛАГ, или без права переписки, как тогда называлось, когда сразу расстреливали. Да, но он на самом деле все-таки был специальный человек. Да, с очень такой... Но он был гений, а все гении, они показывают какую-то модель, да, они показывают будущее. На самом деле Шостакович, наверное, уже знал, что все это закончится. Вот знаете... Он знал, что когда-то, когда-то это все будет услышано. И возможно, он не знал, что именно мы с вами, да, будут сидеть люди, и все это покажут. Правильно. Знаете, вот чем отличается гений от таланта в этом отношении? У таланта много вариантов. У гений нет выбора. Он может быть или вот так идти напролом, реализовать свою гениальность, или погибнуть сам, начальне осуществившись. Вот Шостакович был гением. Обстоятельства были все против него. Он написал все, что должен был написать. То есть вы считаете, что он показал модель, да? Вот он показал, как творец должен вести себя в обстоятельствах жестких. Потому что такие обстоятельства жесткие могут быть и в демократичном государстве, да? Да, конечно. И в тоталитарном, в любом совершенном. Просто когда тебя не понимают. В Швеции жил композитор Алан Петершан. Он жил в чудесной стране. Он был один, его никто не понимал. Он жил на социальное пособие, как безработный. И писал гениальные симфонии. Так что счастливая Швеция то же самое сделала со своим гением. Ну, давайте мы признаем точно, что Шостакович был героем. Да. А все, кто нас смотрели, я думаю, больше его послушают и почитают о нем. И увидят, насколько сложной была его натура. Слушайте Пятую симфонию, и вы поймете, что такое современная музыка. Наш третий герой, о котором мы сейчас будем говорить, Сократ. Герой, безусловно, герой, который будоражит умы людей множество лет, десятилетий веков. И он кое-что реально в мире изменил. Именно тем, как он жил. Он не записывал мысли, считал, что это угнетает каким-то образом память. И все держал в голове. Поэтому о его жизни мы знаем из других источников людей, которые о нем написали. Вот скажите, Михаил, что делает его героем для вас? Все от начала и до конца. Ну, вы помните, что Прокл сказал, что Сократ расшифровывается как «соид тоукратон». То есть тот, кто презрел все материальное во имя высвобождения духа. Я думаю, что вот в самом начале, когда он уже декларирует свои первые идеи, он готов. У него как бы нет эволюции у Сократа, вот как у Баха. Знаете, вот есть такие сверхгении, у которых нет пути от простого к сложному. Для меня, например, доказательство бытия Бога всегда искусство. Потому что у него нет пути от простого к сложному. Потому что пещера, ее живопись, пещерная, наскальная, она не проще, чем Пикассо. А Бах не проще, чем Шостакович. В то время как во всех остальных сферах математика времен Баха смешна по сравнению с математикой времен Шостаковича. И физика времен пещерной жизни, она примитивна по сравнению с физикой времен Пикассо. А вот в искусстве доказательство как бы отсутствия движения, той самой диалектики. Потому что искусство всегда у цели. Так вот, Сократ, как и Бах, всегда у цели. Такое впечатление, что вот он родился с этой душой, с этим духом и стал проповедовать. Он сказал человечеству столько важных вещей, после чего парадигма, на мой взгляд, вот всей иудейско-греческо-римской культуры получила точное подтверждение. Самое главное, на мой взгляд, в его героизме, это то, как он умер. Вы же помните, что ему разрешили убежать. Стража была вся подкуплена. Стража была за него, более того. Даже не пишут, что подкуплена, но они же слушали, когда Сократ говорил. Они же все были за него. Невозможно было не быть за него, когда он говорил, он мог убежать. Он сказал, что он не убежит, он выпьет чашу с ядом, потому что если он нарушит собственное государственное устремление и утверждение, то он разрушит всю свою философию. И он остался. Примеров того, что он вытворял... Какое освобождение души, которого он не боялся. Да. Более того, он же тогда и сформулировал эту идею, что мы с вами идем к разным целям. Вы идете к дальнейшей жизни, а я иду к смерти, и неизвестно, кто из нас идет в лучшую сторону. Я или вы. Потому что Сократ уже сформулировал вот эту идею бессмертия духа, когда он освобожден от тела. И знаете, что еще интересно? Он же практически соединил в себе орфический культ. Об этом мы говорили в первой части нашей встречи, что орфей – сын бога Эагра, то есть бога священной реки Ганга. Он соединил в себе орфический культ с античными идеями. Орфический – значит, это ведиски. И он, именно Сократ, однажды сказал удивительную вещь. Что он получил указание от великой жрицы, Диокены, по-моему, так ее звали. Вот я даже посмотрю, у меня здесь есть ее имя. Да, Диатимы. И Диатима ему рассказала одну очень важную вещь. Жрица храма Аполлона в Дельфах. Что твой отец – каменщик, каменотес, скульптор, а твоя мать – повитуха. Так вот, ты должен это понять. Почему? Потому что каменщик, он создает вечную идею, а повитуха принимает роды у женщин. А ты, Сократ потом это повторил, я буду принимать роды у мужчин. То есть духовные роды. То есть он будет повитухой, только духовной. И что такое с точки зрения орфической структуры мышления Сократа? Сократ говорил, что речь идет о саитии, о коитусе, то есть об акте. Псюхе и псюхе. То есть две души проникают друг в друга, в результате рождается новая мысль, новая идея, знание. И вот интересно, мы часто говорим, вот во мне есть то-то и то-то и то-то, я чувствую то-то и то-то. Мы ведь обычно смешно говорим. Ведь то, что в тебе, абсолютно не играет никакой роли. Важно то, что между нами. Вот после того, как ты экстраполировал идею на своего собеседника, на мир, на систему, на структуру, когда она под твоим воздействием стала хоть чуть-чуть меняться, пусть на микроскопическом уровне, вот тогда становится важным, что в тебе. Это первое условие, которое Сократ выдвинул. Вы помните, как его жена сказала, что ты умираешь безвинно, а он ей ответил, а ты хотела, чтобы заслуженно? Да. Знаменили это уже перед тем, как он уходил, на самом деле перед ядом. Он оставил, вы знаете, за ним записывали, ведь не только Платон, есть несколько источников, причем взаимоисключающих источников. Да, они спорят друг с другом очень. Да, но Сократ он оставил очень конкретные, конкретные руководства. Да, он говорил, человеку даны два уха, два глаза и один язык, для того, чтобы мы больше слушали и смотрели, чем говорили. Это же очень точное руководство. Да, безусловно, оно очень современно. И еще, когда Сократ говорил о преимуществе смерти, он подготовил экзистенциалистов, о пограничности ситуации. Он же практически, вот все крупнейшие философские течения после Сократовского периода, так или иначе обращаются к Сократу. Потому что у него, как вот у Баха в музыке, помните, когда Битхоин услыхал музыку Баха, он сказал, «De kein Bach, das ist Ozean». Потому что Бах в переводе с немецкого «ручей», и Битхоин, услыхав его музыку, поиграв, сказал, «Это не ручей, это океан». А океан – это очень точное определение Баха, потому что в него все вливается, в океан, а из него ничего не вытекает. Поэтому Бах был забыт. Вот то же самое с Сократом. Он как бы, с одной стороны, завершил круг философии, как последний подлинный философ. Констатировал. Да, констатировал. И от него пошли вот лучи в обратную сторону. То есть каждая философская группа, категория, она пыталась вытащить из Сократа какой-то кусочек, какую-то мелочь. И мы можем увидеть, как точечки, крупицы сократовских идей возрождаются в различных течениях. В неодеизме, в прагматизме, в потрясающей вся американская философия опять обращается к Сократу, американской философии 19-го и 20-го века. То есть просто удивительно, насколько Камю или Сартер в своем экзистенциализме опять идут к Сократу, к его принятию смерти, к его радости по поводу смерти и огромной любви к жизни, тем не менее. То есть все, что бы мы ни услышали, мы все время найдем это у Сократа. Поэтому у меня ощущение, что Сократ – это как бы такая невероятная фигура, которая даже не человек просто, а собирательный образ человека. То есть идея. Да, это идея. Не случайно это переводится именно так. Душа, которая свободна, потому что она освобождена от материи. То есть, может быть, Сократ, как мы говорим, это, скорее всего, невероятная идея совершенного человека, которого не волнует ничто в этом мире пыльном. Но вот потом Христос через сколько времени скажет, что не собирайте себе сокровища на земле, а собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ест, ни ржа не точит. Но ведь об этом говорил Сократ задолго до него. Он был первый, кто совершенно четко сформулировал эту идею. Ничего не ценного материального на земле. Вся ценность заключается в твоих ушах, глазах, возможности слышать, возможности общаться. Нет, возможности совершенства, какой ты пройдешь путь. Исполнишь ли ты предназначение, а именно что ты сделаешь. Да, в деяниях на самом деле. А через тысячи лет потом появится, а ты какой-то и след оставишь. То есть Сократ об этом говорил очень давно. И получается, что мы в культуре, в искусстве, в философии все время идем по кругу. Мы как бы все время возвращаемся, и как талантливый человек черпает все из детства и заходит назад. Вы знаете, есть такие две точки зрения, что мы идем от детства через жизнь к смерти. Мне кажется, что это не совсем так. Вот детство, да, мы идем, потом возвращаемся, черпаем, идем дальше. В конце концов приходим к Сократовским кругам. Вот таким, да, вот здесь Сократ, и вот здесь мы все время через него проходим. То есть он никогда не умирал, потому что эта идея, пока она будет существовать, эта великая цивилизация, наследниками которой мы являемся, будет жить дальше. Ведь Сократ, судя по тому, что о нем пишут, он никогда тебя не унижал. Нет. Он рождал в нем сомнение, что он прав. Да, да. И все. А это же на самом деле дико конструктивно. Если ты начинаешь внутренне, потому что тебе сказали, или тебя оскорбили, как-то назвали, чувствовать, что ты не прав, ты что-то производишь с собой, и у тебя есть серьезный шанс пойти по правильному пути. Вот вы считаете актуальность, у нас осталось всего одна минута, вы считаете актуальность Сократа для России, вот, и для времени нашим, вот, ну, в 2010 году. Я считаю, что Сократ и его форма, манера и содержание сегодня настолько было бы важным для преподавания. Заметьте, еще одна вещь для преподавателей. Сократ все время говорил как бы одни и те же вещи, подходя к ним с разных сторон. В результате рождалось как в музыке, тема и вариации. Каждый раз тема звучит немножко по-другому. Вот это нам тоже очень важно, потому что практически мы ведь живем 12 идеями и 25 сюжетами. Вот как это подать каждый раз, как создать из этого космос, большой космос, из микрокосмоса, это важнейшая идея Сократа. То есть, ну, безусловный герой. Безусловный герой. Смотрите, у нас осталось там полминуты буквально, мы уже говорить о них не будем. А кто для вас еще герой, кроме тех трех, которых вы выбрали для передачи? Ну, кто еще? Вот просто вспомнить, просто вспомнить, назвать. Вот, вот, смотрите, нас смотрели зрители, их много, а вы были крайне убедительны. Вот, кто еще? О кому не успели рассказать? Философ Николай Кузанский, который стоит у портала «Возрождение» и всей философии нового времени. Бетховен, который является самым эволюционировавшим композитором и о котором, не зная его, сказал Пушкин. «Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горные ангелов в полет, и гад морских подводных ход, и дальний лоз за прозябание». То есть, Пушкин пишет о том, что если появится гений, у которого не будет слуха, а он будет композитором, то тогда он зримые образы передаст звуками. Это и был Пушкин, формулирующий Бетховена. Поэтому для меня герой Кузанский, Пушкин, Бетховен. Вот те первые, которые сейчас вокруг меня. А есть кто-нибудь сейчас среди живущих, кто герой? Среди живущих... Ну, хотя бы приближается к герой, ладно, не будем такими категориями. Вот просто вам кажется. Ну, или живших там, ушедших недавно. Ну, видимо, все-таки... Знаете, их теперь так много, что мне очень трудно сейчас сформулировать. Нет, просто кто для вас, вот реально... Герман Гессе, Игорь Бисер, Томас Манн, Доктор Фаустус. Две книги, обратившись к которым, мы все-таки вернули бы себе многие важные вещи для цивилизации. Да, я просто тоже верю, что именно писатели являются. Да, конечно. Помните, что сказано в России, что в России никогда не было парламента? Неправда, сказал Герцен. Русские писатели – это русский парламент. И это здорово, между прочим. Потому что у нас не было демократии, а писатели были, а значит был парламент. Значит, будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли и так увлекательно и интересно рассказывали. По крайней мере, я не знаю, как всем остальным, но мне хочется читать о тех героях, о которых мы говорили, дальше и больше. Спасибо вам. Спасибо, вы смотрели программу «Лиц» и я, Сергей Томаш.